На мажоре. Это будет прикольно. Это будет прикольно. Будем делать как бы конференции. Засекаем, когда Костян сольется с этой идеей. Так а что мне сливаться? Что мне дома сидеть? Ну, то есть, какой там смысл? Ну, на самом деле, главное туда не одному ехать. Нужно найти какого-то себе спутника или спутницу для поездки на этот мажор. Тогда все будет здорово. Может, манку возьму. О, Зловон, здорово. Зловон, я про тебя сегодня маме своей рассказывал. Мы сегодня сидели в скайпе с мамой. И я ей рассказал такую историю, что вот зашел ко мне чувак и сказал, что он дважды чемпион Европы, участник Олимпийских игр. Вот такие вот истории бывают. Она, конечно, офигела с этого. Мажор в Болгарии и в Румынии. Вот. Костя, а кто будет комментить? Как нет? У тебя будет выплэй комментить, а они комментаторов Майнкаста не зовут. Ну, типа, скорее всего, они меня не позовут. Вот, соответственно, сделаю такую вот тему. Ну, это же не поход. О чем-то не очень понимаю. Да, привет, привет. Ну, короче, включаем Rise. Я этот выпуск еще не видел. Там потупим еще в пару видосов. В 19.30 уже начнется этот, как бы, подкаст. Вот. Мы, ну, наверное, темы будем обсуждать те же, что и вчера. Только вчера я был скорее ведущим, а сегодня я буду скорее гостем. И так как вчера я уже получил информацию нужную от тех, с кем вел подкаст, сегодня я ее просто использую и буду, типа, таким умным молодцом. Честно, так уже привык к Майнкарсту. Ну, привыкание тоже не всегда хорошо. Зато приятно на расслабоне, на чили-мажор. Реально приятно будет туда поехать, сделать оттуда ИРЛ. Кто для тебя главный фаворит EPL-14, сложно сказать. Ну, блин, главный фаворит EPL-14. Навигам биджету. Ну, такой вот ответ. С которого ты сливаешься потихоньку, хотя первоначально сильно хотел. Да не, я пойду. Это просто такие мысли, когда вот все ближе и ближе наступает этот момент, где тебе нужно выйти из зоны комфорта, у тебя начинаются эти мысли. Конечно, я туда пойду. Блин, будет глупо срезаться и сидеть дома, если бы я этого не прощу на самом деле. У Суперститума, кстати, новый видос вышел. У Суперститума новый видос. Ну, выйдет точнее. Я уже слышал недели 2-3 про то, что у Суперститума выйдет какой-то новый видос. Что ты, Хрус, не веришь мне? А вот посмотришь. Когда я запишу сториз о том, как мы отправляемся в путь на поезде в Ивано-Франковск, тогда ты скажешь, а, да, я ошибался, недооценил Ленина. Увидев, как заморачились в EPL-е на турике молодежек, очень интересно, что будет на Мажаре. Я думаю, будет там, да, будет там фулл разнос. С телефона читаешь, да. Да, но как только полоса донатов дойдет до 15 тысяч рублей, не знаю, сколько на это понадобится времени. Может, пара дней, может, пара недель, может, пара месяцев. Но как только это стучится, я возьму себе монитор. Бушный, правда. Возьму себе бушный монитор. Жизакусь насчет зоны комфорта. Да, но это дефолтно для многих людей. А что, не новый 240 Гц? Блин, новый 240 Гц. А мне такая мысль, потому что в голову не приходила вообще. Вообще мысль, конечно, интересная. Леонид, ты прикольный комментатор. Прикольный? Прикольный. Ну, прикольный, это ведь похвала, да? Типа, прикольный. Ну, то есть, когда ты слушаешь комментаторы, у тебя ассоциация. Прик, прик, прик. Прик, прик, прик. Прик, дайте я даже тут поспамлю, поспамлю смайликами специальными для этого. Прик, прик. Слушаешь комментаторы, и тебе прик. Там фулл хд, моник бу стоит 5к. А, ну, не, ну мне нужен 144 минимум. Ладно, что, поехали смотреть Райза. А там посмотрим. Уже не так много останется до подкаста. Не сильно будет дропать кадры, если взять 240, то, наверное, нет. Здравствуйте, дорогие друзья. Ровно 505 дней назад был сыгран финал последнего лан-турнира со зрителями, в котором встречались Natus, Vincere и G2. Встреча закончилась. 382 тысячи зрителей было в упоре, и я этот финал комментировал. Ну, типа, уже об этом никто не помнит, всем пахнет, я помню. 382. Абсолютный рекорд за все времена на русскоязычной трансляции по CSGO. Счетом 3-0. И Navi стали последними лан-чемпионами в CSGO. До 5-к гривен. А, не был? Такая, если будет еще дешевле получится. Случайности не случайны. Сегодня 18 июля. Нави пришли защитить свой титул. Финал АМ Калоган 2021. Кальян. И попьешь? Да, пью, если как грешок. Велико в Прувень Граун. Ленин, мне нравится, когда ты и Сеня в турнирах и так далее комментирует. Да, мне тоже нравится. Не только Сеня, мне в принципе нравится. Гу Ленин, здорово-здорово. Прикинь, купи 240 герц монитор для читения чатика. Это, кстати, это так, мета-модернова. Но вырос. Давай помню этот момент. Минус, уже потеши сделать, ну ты потеши сделать. Поищи на том же хот-лайне твоем друге, кстати, Моник. Я думаю, на самом деле, в обход этого агентства просто написать в хот-лайн. Сказать, что... Сказать, что... Блин, я хочу работать с хот-лайном. Это офигенный рекламодатель. Хочу работать с хот-лайном. А агентства, на самом деле, ну типа, они там хавают чуть ли не 50%. Поэтому зачем? Они бы мне платили там какие-то 400 долларов, и я бы им офигенно делал рекламу. Блин, может, у кого-то знакомые с хот-лайна есть? Давай видео немного тише, себя совсем немного громче. Окей, давай видео делаем немного тише. Себя совсем немного громче. Так, что-то изменилось вообще? Еще раз, Райс, Евгений Райс, и финал АМК Луган 2021. Как были правы все те, кто в онлайн-эру говорил, что Гранды вернутся? Астралис, Фейс Клан, Ацвинсер Джеду. Все те же на манеже, дорогие друзья. Ничего и не поменялось. Все они были в плей-офф Катарица 20. Еще только два баннера. Так все, больше на самом деле не тут. Хотя мне сегодня написали, опять же, я буду прерывать видос. Это фишка. Мы смотрим Райза видеоролик в 23 минуты. Ну типа, дай бог, в час мы уложимся. Буквально вчера ВКонтакте прочитал сообщение. Ко мне хотят зайти какие-то игровые автоматы. Ну типа, как казино виртуальное с игровыми автоматами. Но я, скорее всего, это предложение скипну. Наверное, это будет too much, да? Ну типа, крутить автоматы на стриме. И скажите мне хоть кто-нибудь, дорогие друзья, что в Counter-Strike нет божественного вмешательства. Что череда совпадений, одно за другим. Что Na'Vi и G2 прошлые лады. Dragon Mane и какие-то другие. Это то, что совпадение. Что даже карты Newk, Dust2, Mirage. Это тоже чертово совпадение. Все просто так. В Counter-Strike даже карту одну заменили. И все равно все один в один совпадение. Давайте я вам скажу, пацаны. Одну вещь. Но обещайте мне, что вы сидите, лежите или отчего-то держитесь. Последний раз Natus Vincere проигрывали не СНГ команде. 3 апреля. В середине, сука, весны. Офигенный факт, кстати. А вот уж если брать лидеров, дорогие друзья, то можно сразу начать старую песню о том, что Саша Симпус не стесняется ставить 100. А потому что если ты поставишь другим 90. О, кстати, да. В пятницу, друзья, послезавтра. Анонс, анонс. Меня позвали поиграть в свою игру. Чувак создал пак по CSGO. Там будут разные вопросы. И там буду я, Кураж и кто-то еще. Мы будем играть втроем в свою игру. Я это тоже буду стримить. Если тебе самому нравится Казич, умеешь играть и так далее, бери. Но если ты вообще не шаришь и не вдупляешь, нах надо. Не, ну на автоматах я так стабильно понемногу сливаю. Так, значит, Кураж, Ленин и Inside 13.37. В пятницу в 17.00 по Москве мы будем играть в свою игру. Такой вот анонс залетает. Все, продолжаем смотреть. Три хотя бы. Ему придется 110 ставить из статуса. Я их понимаю, прекрасно. Синь Симпл шикарная. Стрельба, форма на этом турнире базару нет. Но у него еще есть теперь. Шикарный. Или нет? А вот вы как смотрите? Вот если вы заходите ко мне на стрим, я просто кручу типа игровые автоматы. И они же наверняка и подкручивать будут и так далее. Ну то есть я бы хотел, как это сказать, с вами посоветоваться. Как задонатить? Внизу кнопка доната есть. Донатить на алерт не надо, не надо. Лучше не стоит. Позор не надо. Я тоже сразу себя поймал на этой машине. Даже если они мне, ну не знаю, предложат им какие-то нормальные деньги, мне кажется, она того вообще не стоит. Ну просто в холл-сторе я уверен. Ну типа я почти не сомневаюсь, что они ничего не подкручивают и так далее. Вот. Ну и опять же до скины. А блин, казино, казино этот матч. Позор нет. Сначала с ним разберись. Бит проводит сумасшедший для первого Лана такого уровня турнир. Еще и электроник батя есть. Поэтому Ник, конечно, жесткий под сыву 92. Но не завидую я тебе, дружище. Ну, ultimately it's going to win you I am calling today. Confidence. Самый дефолтный ответ. Хороший повязался. Он тоже огромный фактор, конечно же, но он частью нашей команды, частью нашего системы. Ну да, согласен. Тут говорят, что холл-стор тоже казино, но на самом деле нет. Когда ты играешь на автоматах, ты играешь против казино. А когда ты играешь на холл-сторе, ты играешь против людей. И это очень важный момент. Это очень важно понимать. Потому что холл-стор не заинтересован в том, чтобы кому-то что-то подкручивать. А казино в этом заинтересованы. Игровые автоматы в виде открытия кейсов выглядят лучше. Не знаю, открытия кейсов мне еще не приходили на стрим. Я просто сам рекламодателям не пишу никогда. Ну че, готовы посмотреть то, о чем в следующий месяц будет говорить абсолютно все и будет мяукать пёс Арсений Осенний Тренов. Да не, ну блин, игровые автоматы толкать. Причем я знаю, какая зависимость от игровых автоматов может быть. Ты что-то приходишь, они тебе сначала дают выиграть. Я как-то с 30 баксов за 5 дней поднял 4000 долларов. Ну типа вы вот сейчас можете даже не верить. Но у меня есть Payments. Ну то есть у меня есть на электронной почте. Ну вот это вот графа, графа, где я выводил деньги. Я просто понимаю, когда может засасывать, не хочу это толкать. Манка, Манка пришла, привет, Манка. Дидика, тоже привет. Готов. Вот только... Да, кстати, Хруста, это тоже хорошее наблюдение. Чем закончился последний бест оф 5? Другие рекламодатели как на говно будут смотреть. Короче, лучше не страшно. Эти три парня сломают вам жизнь. Саша, Саша, Саша. Саша, если ты это читаешь, пожалуйста, будь с нами полегче в следующий раз. Хэштэкаем. Посмотрим, насколько легче стал Алексим. Прикольная ссылочка, да? Чуть не забыл. Ну вы знаете, давай, 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 давай. Рождённые ждать. Вот теперь мы... А, так, извиняюсь. Тут спрашивают, почему Майнкаст не транслирует Бласт на свой канал. Потому что права на Бласт принадлежат Винстрайкам, как рекламному агентству. И они уже нанимают Майнкаст в качестве студии-подрядчика. Всё транслируется на их канал с их рекламодателями. А Майнкаст просто получают как студия-подрядчик. В общем, как я уже и сказал. Но есть такой инсайт. Есть такой инсайт, что со следующего года, скорее всего, права на Бласт будут у Виплея. И, в общем, его будет делать Виплей. Скорее всего. Когда-нибудь он откроет набор из 90-х, но это совсем другая история. О, у меня, кстати, есть офигеть. Сейчас я вам покажу. Сори, мы здесь Райза собрались смотреть. Но вообще, мы просто общаемся. Смотрите, чем мне подарил Артём Диди Кэт. Смотрите. Набор называется «Назад в 90-е». Внук подарил деду такую вот штуку, чтобы дед расплакался. Поняли? И можем после подкаста в 19.30 где-то на 45-60 минут будет, ну, как бы подкаст, будет трёп, пиздёж. А после этого можем открыть этот набор. Я не знаю, чё в нём. Тут вроде как написано, но я всё равно не знаю, чё в нём. Будет что-то прикольное, хотите? Имба, имба, имба. Назад в 90-е. Блин, Артём, спасибо большое. На самом деле, Артём мне подарил столько подарков всяких. Такой милейший чувак. На самом деле, дикайт, респект тебе. И побухали с ним имбейше. Вот. Донат, кстати, залетел. Донаты мы, конечно, уважаем. Сейчас посмотрим. 100 рублей от Русика. Будете делать подкасты дальше? Дальше не хотите сделать подкаст, пригласив Бояра? Бояра? Не знаю, кто такой Бояр. Подкасты дальше делать будем, но только подкасты Париматч будут выходить... Извиняюсь. Подкасты Париматч будут выходить со следующего сезона уже на их канал, а не на мой. Какой студии Винстрайк хотел передать освещение Бласт? Я не скажу, но им не разрешили. Им Бласты не разрешили этого делать, но я не скажу, какой студии. Можно начинать. Вот теперь... Я в Юнёвчий раз смотрел, да, кстати, смотрел. Заготовочку от G2 по канаве. Идут на пиле. В Юнёвчий раз смотрел. Говорили нормально, я так понимаю, там они первый матч из 12 выиграли у этих, у Янгнинджас. Завалить головного кротчера у Ласкуту, устранять, как говорится, по одному. Ну, Хантер посрал спину, бит где-то нашел Ника, перфекта выиграл миллион тонн литров в секунду, всего просто градусов Фаренгейта, и пока его там ловили всей команды, бомба. Хорошо, дальше 20 минут будет повторить. А он, я с этим теряется больше не буду. Инфу говорит, бегите от него нахер, бегите, да бегите нахер, вы эти убежали 1-0. У Г-2 парни, я заметил, просто неоназистик перфекта, честное слово, смотри. Да, кстати, Манка, можно тебе, ой, точнее, можно зрителям расскажу, чем ты сейчас занимаешься? Первый байк, видь перфа, сразу сказали, глуши его. Я имел в виду, бояр вполне из народа какого-то. Да, я думаю, вот сейчас будет подкаст в Телеграме, я посмотрю, как это работает. И разобравшись в этом, вполне вероятно, сейчас, секунду. Алло, алло. Здравствуйте. Сейчас, хорошо. Сейчас, секунду, мне доставка приехала. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, так вот, что я хотел рассказать. Манка чем сейчас занимается? Чем сейчас занимается Манка? Значит, она делает презентационное видео для того, чтобы попасть на киевскую стримхату. Какие-то киевские челики делают стримхату. Ну, типа, арендуют там что-то, квартиру, какие-то апартаменты. И там сейчас есть два стримера, и Манка хочет стать третьим. И она делает презентационное видео. Вот, и мы его потом тоже здесь на стриме посмотрим. Если, конечно, Манка... Если, конечно, Манка не засыт, чтобы мы смотрели это видео здесь. Поняли? Можете пожелать ей удачи. Своём душат перфа, одного перфа. А он ещё и размен там даст. В сложнейшем, кстати, моменте. Счастность и позиции углубленных. Может, да, может, я ещё раз. Счастность решает зараж, получает фейс. Эту хунтуру Кирилла Михайловичка даст в жбан. Всё, они уже сейвить идут. Идеальное начало 4-0. Я облизываю ложку, чтобы ей хавить риса и не мыть её. Просрали, решили резко пушить свои фу. Да ещё и наглые такие. Смотри, Алекса поймали, Алекса выкинулся с пугунок. Ника бежит. Кирилл Михайлович, душить падла. Кирилл Михайлович, раунд только начал там, колу ещё одной рукой пьёт. Электроник всё. Патя, нервы сдали. Хоть, суки, пушь, пкиноху. Он внизу есть. Там стим написано. Ты понесал, конечно, там и трейдотфер. И нет, в зиге ещё козла дожимают. Не лезь, тевзик. Восемь и один идёт с Денисом Шаримовичем. Смотрите, как он вешает. Ну, ясное дело, там, девятьсот эстпеса на меньшее жилье. В наше время. Фиг такое достанешь. Ну, зачем ждать, когда в продажу поступит видеокарта или будут цены на жёсткие диски? О, ясно. Плюс реклама. Кстати, да, фильм на самом деле неплохой. Сейчас я пойду соевым соусом полю. Секундочку. Манга тоже рафл заценила. Когда у гигабайт есть линейка супермощных ноутбуков гигабайт аэрос, видеокартой GeForce RTX. Тричнее ключевое козерное ядра. 1,5. Манг Савика. Пусть я думаю, отнес хотелось бы больше стрелять. Нахер вышел Ника. Забирает выходящий зигбета. Кир разменивает нами в большинстве. Ставит бомбу. Всё хорошо. Надо делать счёт 6-1, отправлять их на вторую карту. Как вдруг? Денис Шарипович. С дуба рухнул. Там может даже двойня у него. Хунтер. Кирилл Михайлович. Приговаривает симпл. С перфектной стоит 1-2. Симпл уже 1. И что творит, мерзавец? 1 на 1 против Хунтера. Рашид Хунтер. Ну, скоб. Провагивается. Хунтер. Падла. Хунтер. Радуется. Дифует. Радуется. Нормальный партий. Нормальный за него одного. Я и троих вас отдам. Практически один. Практически. Но что не получилось. Первые попытки. Получится со второй. Опять гадюка. Это сприт. Хунтер с любого ока. Зараза. Еще остраясь. Радуется. В каком смысле бесплатный. Не очень понял. О, мне нравилось, как ты комментировал. Матчик 2 Гамбит. Это был отличный матч. Рад, что ты прислушался к чату. И спросил себя не о комментаторах и реакции на Айс. О, да, давай, кстати, не помню. Но спасибо. Приятно, что ты так думаешь. Спасибо. Спасибо, Деника. Теперь мне вдвойне приятно. Здравствуй, Партаевич. Вообще всем привет. Но попадается. Рад, что ты, зараза. 2 в 3. Нави остались. А, бум. Полтора в 3. Все. Чистый 1 в 3. Минус Нико. Матчик так говорит. Так не хочет туда идти. Так может не надо. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Заставляют его туда идти. Минус этот, блядь. Санцим, ребенка не обидь. Чего его бояться? Ну, минус, сука. Некса. 13-4. Главный турнир лета. Человек идет 13-4. Даже не готовившись к нему, проиграв 3 ночи в Warzone. Даже не спавшись. Когда уже ESL просто даст ему, сука, сразу вот медаль MVP 21-го года. И посмертно еще эти, вот берут у зайву 2 последних года и тоже Санцимплу вернут, а? 2-6. Но мне, конечно, справедливости рать. Очень понравилось, братья Коучи. Hunter, не гонялись, что реально братья, это не Рупл. Смотри, за Рошли Медл. Очень красиво, что их не заметили. Санцимплу смотрит. Один пошел Ник за ним, а Hunter пошел на лонг. Шикарно законтролил ЦЗ. На самом деле, то, что вы понимали, 2 очень сильные команды. Это не прям Муромой, нет, нет. Как они это провернули, я вообще не понял. Справедливости рать. Мне, конечно, 2 последних, тоже 2-6. Но мне... Это они зашли с Зига, получается, а Симпл. А он типа Мид смотрел. А как так вообще получилось? Обычно же расстановка такая, чтобы Зиг не могли пропушить. Как это они так запушили? Мне, конечно, справедливости рать. Очень понравилось, братья Коучи. Это спина не смотрел. Hunter, не гонялись, что реально братья, это не Рупл. Смотри, за Рошли Медл. Очень красиво. Что за подказами? Ну, просто в Телеграме. Сами посмотрят. Один пошел в Ник за ним, а Hunter пошел на Лонг. Шикарно законтролил ЦЗ. На самом деле, у меня на нас попался плен. То, что вы тоже понимали, 2 очень сильная команда. Это не прям Муромой. Нет, так, ЦЗ. Контролить это дорогого стоит. В Симплах собирает. Это позволило джету. Так, подобраться нормально, 4-6. Но я вам скажу, пацаны, на Ави играли сегодня просто идеально. Вот все правильно делали. Только 2 мешались. Казаны были. 2 в 4, так и ситуация перфектабит. Что, дайте им утку, я не знаю. Ну, подгузники, бля. И говорю, ты, выходи, выходи. Ну, ладно, смотрят. Эту дыру минусника. Бит спускается вниз. А там, сука, 2-й, блядь. А двери вам на что, сволочь? В двери вам на что? В двоём, в окно, блядь. Лежу, скилл еще. Сей команду еще в очко залезьте. А хотя это французы, что, блядь, от них ждать? У них кинез там 3, 3 года. И зашка, бачка, лазил. То, он на Бакленте играл. А то, говорит, ритейк, то это обратно. Ну, я скупил на настрис. У меня тоже без, когда говорят, приятного аппетита. Сеня в последнее время по этому поводу так триггерится. Он просто, что мне задвигал об этом речь. Что потом у себя на стриме говорит, какого типа хуя я сижу в офисе, начинаю есть, и мне все всегда желают приятного аппетита. Блин, типа приятного аппетита должен желать повар, который сделал эту еду. Ну, и на самом деле так и получается. То есть, ты сидишь на кухне, ешь 10 минут, и тебе 50 раз нужно сказать спасибо на приятного аппетита. Хотя и так понятно, что все приятно. Назад перемотай. На 5 секунд назад. Да, зачем? Из очка в очку лазил. Он на поплэнте играл. Кто, кажется, ритейк, то это обратно. Пу, сволочи. Дальше еще. Смотри, дальше перед 5-6 Блэйду пришлось не одну паузу взять. Аж две подряд. И выговорит Кирилл Михайловичу, нагоняй ему туда зафит за его позорный. И еще и симпл докидывай. Бедный Кирилл, отстаньте от него. Он там бедный, жалко даже его на самом деле. Нормально все делает, Кирилл Михайлович. Это лолл скилл же тут. И паузы дали свои плоды. 6-6 в бае. Когда симпл перфект 2-3 оказывается, сразу отсюда посмотрим. Саня симпл целится, готовится. Мочить козлов с длины. Паузы, блядь, в ящик попадает в этот сраный. Зато перфект, Илюх перфекта. Лан-клач-министр. Что он это возьмет? Казнит двоих в голову. Аманек обостренный последний, как всегда, только на длину выше. Кричит, не хочу, не хочу. Делает, добегает, прыжковый пик, блядь, Кирилл Михайлович. Они, кстати, думают, нахрена они вечно прыгают. Не попадаешь же в прыжке в ГТЗ. Ты же это видел? Этот клатч? Да, этот клатч я видел. Я просто точно не помню. Арсений, еще Арсений сказал, что если ты к нему обратишься с просьбой занять 10 долларов, он готов помочь. А, да? Ну, добавил, что обсуждает это на стриме такое. А, ну, как бы да. Ну, у меня просто метамодер. Да не, ну, типа, не то, что мне эти бабки нужны. Это же просто как была, это был такой гипотетический. Во-первых, я тогда был пьяный. Во-вторых, это был, типа, гипотетический разговор. Ну, не то, что, типа, я собираюсь брать 10 тысяч долларов. На что, на машину? Мне, типа, хата нужна. Вот. А, типа, занимать 10к на машину, это сомнительная херня. Здорово, Костя, пишу с места, где шакальный инет. А что, ты удалил вчерашний вот? Вдруг ты отвечал, и инет проскипал ответ. Что, я удалил вчерашний вот? Не знаю, я сейчас... Ну, просто удаляю некоторые вот. Шигарная концовка. Не знаю, почему удалил. В общем-то, на, выигрывает половину. Где достаточно близко. Я скажу, что чувствую такая уверенность. И Кирилл Михайлович с Красной, скорее, блядь, играй-играй, а обед по расписанию началось свои заполнять. А в паузе, бой между этими пистолетками, показывает, кажется, наглядно, что нужно сделать с командой джету, чтобы выиграть во второй половине. А во второй пистолетке Денис Шарипов снимет все вопрос. Сначала, добыв преимущество Нави. Все забрали Ника. Потом, смотри, бомбу Г-2 ставит, 4-3 в большинстве, да? Эликс, длины, фраг, дел, инфа у них есть. Дум-поха, на видосы-то нечего, прикольно, смотри. Может, не заметит, что-то, смотри. Да, сладовать не помнит команду Нави, как выглядит. Панча Трайзел, ловлю. Чушь-чушь. Г-2, очень забрали Форс, чем прям расстроен. У меня просто чат интересный. И старые Нави, я тебе скажу, так бы и сделали. Телетанули бы ушли, начали ругаться, кто больше посрался. Спасибо Арсению за перевчевость. Перфекта Борал, но новые Нави. Берут Форсбай, аккуратненько, пуш-дзи губит, охренительно вырубает Ника, пропал. У которого, кстати, лучше рейтинг в команде, когда там что-то 92 очка, им сразу приходится рашить бою, потому что инфи нет, ничего нет. А перфекты их не выпустят из темки, раз, и не выпустят из темки, сука, два. Вообще не выпустили никого, там Калаши разбирает, разбирайте, Калаши, 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 9-10. Первый гвоздь в крышку Г-2 забил Саня Симпл и бит, вырубив первого ХЕшки. А уж Ника совсем парни стал, какой-то в этом турнире пуш-пустрелебеет, что-то нервы сдали, или, я не знаю, может, пытался наоборот стресс снять, там сотку и другую, и вот такая стрельба ГЦ и пошла. А второй гвоздь забил сам Саня Симпл. Фуллбай, моя последняя надежда для команды Г-2. Самый важный... Просто знаете, что хотелось бы? Чтобы здесь было меньше разбора типа игры и больше какого-то документального, что ли, контента. То есть вот эти вставки, которые Рай сделает в начале, хотелось бы, чтобы они были... Вот, начинается, смотрите, 4 минуты. То есть хотелось бы, чтобы эта вставка была минут 8. 10, например. Не знаю, согласны вы со мной или нет, но мне так кажется. От игры Элика многое зависит. Увидел Зиг, дал инфу. Симпл перекрывает, минус Жекс, минус Амане. Слушай, ну зачем АВП-то добрать? АК-47, минус 3 на дальней дистанции. Браво Симпл, Hunter 1 в 5. Даже одежда не меняет. Ну, блин, куй железа пока горячо. Делай контент, пока его смотрят. Это важное правило. Это Эйс. Это Эйс. О, это Эйс. Увидел, минус 5. Это Эйс, это Эйс. Как раз-таки одного Эйса ему не хватит. Комментаторов просто очень сильно булят, когда они пропускают Эйсы. Что думаешь насчет ЖВ? Да, я думаю, странно, что его раньше не кикнули. Вот что я думаю насчет ЖВ. Я думаю, странно, что его не кикнули раньше. Вместе с Голденом. И что они только сейчас начинают... Собирать себе другой состав. По Эйсам в рамках одного ЛАН-турнира. Четыре Эйса за турнир. Это новый рекорд. Никто еще до него не делал. На одном турнире. Четыре Эйса. Поздравляем. Видимо, Алекс не читал, видимо, прошлый твит. Г-2. Четыре Эйса. И не пахнет, как говорится. Проваливается некоторые игры. Как же он, ребят, притом, что... Ну, не то, чтобы он тренется, да? То есть не то, чтобы он... Ну, и как? Он тренется, наверное, с командой. Много сил, ну, типа, усяж на стримах. Он так, ну, варзончик всякий, поигрывает, что-то такое. 15-11 бит, как обычно. Сейчас БМВП-мажор не знаю. Живи вообще-то это чемпион трех мейджоров. Трех мейджоров. Живи-это легендарный игрок. 15-20 от Сани Симпла. Французов как кутузов. Да, первый в мире выиграл Мажор. Быстренько, по мировому, быстренько. Раз, два, три, четыре секунды. Ну, с такой стрельбой партии даже с Ани Симпл не думал. Я думаю, все, бежать в камеру можно ставить. С такой игрой я уже опаздываю. Четыре, хоть что-то, просто красавец. Бит, молодчик, всех, все власти. Симпл сейчас уже Барзон играет. Ну, сейчас он себе может это позволить, потому что начался отпуск. И... На него прострелом. Пусть хоть рулятки там крутят. В голову этого бедняка. Что его обсираешь, колокс, да? Ну, жевалонадача, два, что ли? Блин, ну, господи. Живи. Не, я его не обсираю. Живи великий игрок. Ну, просто в последнее время он был плох. Он реально был плох. Я как-то отсортировал рейтинг. Вот есть топ-30 команд. И за последние три месяца наихудшие рейтинги в топ-5 среди этих 30 команд, тогда еще Fnatic были в топ-30, в топ-5 худших рейтингов входил Golden и входил Живи. Поняли? Короче, коронавирус изменился. Ну, у них и кризис остался. Жмеются, он говорит, сэндземхолм. Жаль, что они кризис, а саму свой, смотри, кири прячется в пленте. Они не знают. Ну, или не догадываются. Ну, вот на грим жалов. И по самому хреновую флешку в мире Кирилла Михайлович Харас. Сэндземхолм пацаны, я вообще не знаю, как так происходит, что вторая карта порядок начинает старше. 6-2 смотри, очень часто. Ну, сколько лет хуй подниках? Да, 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 да. Не пикнули, понимаешь, контры. Контры испугались, ай, горячо, горячо, уходят двое. Чё думаешь? Фу, из-за ближнего. Чё вы ждёте? Второго предшествия ждёте? 18, может, 19. Тупят, 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 потом Молик прогоняет и выходит. Они выходят, не глядёт, жопой в коннектор. Чё за херня, там же Молик лежал. Прям закикнули. Ну, там ходят слухи активные, что соберут новый состав. Будет Бролан, Джекинья, Мизи, который в Cloud9 играл, MHL, поляк, жёсткий, и... А, и MSL на Капитане. То есть они международный состав себе собирают. Ну, типа, суть вопроса понятна. Один хер закопают, там, со всех сторон, а вы здесь зиги, с коннектора, из очка электроника вылез, там, вообще, без шансов. Этого ж дурака пинают. Слышь, давай звони в баню и скажи, через чат приезжай. Ну, прикинь, чё произошло, кстати. Нет, МИЧ, МИЧ, МХЛ. А Мизи так хорош, в Cloud9 нормально играл, да. Ну, то есть, при том, что, когда его взяли в Cloud9, смотри, я постоянно прерываю видос, это фишка трансляции. Что я хотел сказать. В общем, когда Мизи попал в Cloud9, он был особо неизвестным игроком. Ну, типа, никто не знал, кто это такой. Но там он себя вполне хорошо показывал, он хороший игрок. При том, насколько это был херовый состав, но отыгрывал он нормально. Главой думаете, нет? Гребаня в Германии, ебтого. Кири, поехали ко мне. Я тебе покажу нормальную бань. Путы, чем думают? А я тебе сейчас покажу ещё самый красивый раунд-миража, возможно, вообще и всего. Начнём с того, что открытие команды Арстралис, разумеется, но бит открытие в Na'Vi стопудовое. Валерий, ваг-битовский делает вещи, вырубает с первой, Na'Vi тут под В. Аманек выключает бумч, и есть инфа о праве, заметьте, за это важно сейчас. Красный бит вырубает ещё и Джекса Симпл. Внимание, свапа, Аманек, инфа, есть, напоминаю, даёт хаешку. Байтит Аманек на выстрел, в то, как не знаю, красиво. И поисше, как она ворвался, пропишет Nexa. Сами, Джекса, скорее всего, в лучшей своей форме за всю карьеру. Он на туре такую тему растащил. Сразу херечит паузу, говорит, что ты тупы. Симпл скорее напишет Nexa. Сами, АВИК на... Есть инфа о праве, АВИК, заметьте, за это важно сейчас. Красный бит вырубает ещё и Джекса Симпл. Внимание, свапает. АВИК на халаш. Аманек, инфа есть, напоминаю, даёт хаешку. Хаешку. Байтит Аманек. Смотрите, он взрывает Хантера. У него было, по-моему, 41 хп. Ну, то есть, когда Симпл её откидывал, может, ему бы мы что-то снял. Вот в токах не снайпер. Это запуск не видел, нет, я бы ещё не видел. И ещё и потом этому пропишет Nexa. Сами, Симпл, скорее всего, в лучшей своей форме за всю карьеру, пацаны. Ну, тут сразу херечит паузу. Говорит, ты что, тупые-то какие? Чтоб в баню быстрее пойти, надо выиграть, а не проиграть. 3-0 надо выиграть. Какие-то там веники ещё, говорит, дубовые, кстати, мы говорим. Понятное дело, что тебе только веники. Бабы-то там есть. Парина, я шучу, это я шучу. Я на тем всегда плохо шучу, это честно. Ну, блин, у Голдена в Легенда Фнатик я бы не записывал. Скорее Пронокс Легенда Фнатик. Они же с Проноксом три мажора взяли. И Бролон тоже. Джей Ви, Кримс, Флюша, Олофмейстер и Пронокс. Вот это золотая пятёрка. Вот это Легенда Фнатик. 0-3 карта. Быстренько прям. На нюке. Что, смотри, на нюке было? Да чё было, чё было? Вот смотри, влевый, верхний угол ёб твою карты. Ну, что это такое? Причём опять этого Бостона, ну, ладно. Просто, ну, как назвать-то его? Ну, Аманекова, Аманека опять зарезана. Хоть поломать жизнь уже человеку. Ну, это уж чё, струсуют люди. Психологов она будет ходить. Игра в там ничего не пошла. 0-5 было. Я говорю, о-о-о, по рогаймеру ставить, плёнку вставлять. А потом как вернул. Блин, а вот тут, кстати, G2 могли и выиграть. У них там бой сейчас в конце, мы ещё посмотрим, там был момент. Я даже где-то на 11-11 или 12-12 психанул, залил КС Гривен и проиграл их. Но в лайве, на КФ3. 5-6 и сравнивать. Можно посмотрим, у нас останется время. Да, если у нас останется время, может, посмотрим, что-то показано. Если бы не бежит на улицу, забирает на все пути, потом дальше бежит. Придается, это масло, конечно. На, конечно, ку, флешку, джек, туда, в ответ, флешку дает, кидает, 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 дела, а, блядь. А что происходит вообще такое? Типа, за атаку вроде нормально, думаю, 7 раундов, пух с ними. А не тут-то было. Эд, дурочек, так и шоу-раунд, крауда, я пойду сам важный. Давайте покажу. 13-13. У команды Na'Vi эко вонючий устает. Да, шнайдер, да, шнайдер довел волк. И обратите внимание, что, ну, сейчас, скажите, у 14, я должна забирать Г-2. Затянули Г-2, затянули. Сан Симпл наказывает одного. Ну, там, в ответ поймали то же самое. 4 в 4 стоит ситуация. Как тебе после ставки смотрелось 27-й раунд? Ой, Манка не даст соврать. Ее уже, наверное, не одностременно, Манка не даст соврать. Как я матерился. Как я... У меня просто белка какая-то случилась. 20 секунд. Они летят на нижний пруд, там Кири, Кири, Минус Симпл около дверей. Хунтер, Хунтер. Обрати внимание на таймер, обрати внимание, стоп, стоп, пауза. Да, да, прости, то мы буду смотреть. Дурак, ты ж спрятан от Симпла, у тебя двери смотрят. Он отменяет. И никто, и контроль перфектора, только теперь перфектора уже может из дверей выйти. И не дает поставить бомбу Хунтер. Но он, скорее всего, он обосрался. Прости, понимай, стоп, стоп, пауза. Видите, он ставит. Да, ты отменил, ты что, дурак, ты ж спрятан от Симпла. Он отменил, но он побоялся того, что на вилке есть тип, вот этот вот электроник. И Хунтер, наверное, побоялся, что сейчас Симпл с короткого может забрать его тиммейта, который осуществляет прикрытие с вилки, и Хунтера заберут. Поэтому он, наверное, рассчитывал как-то забрать или Симпла, или вилку, и потом еще успеть поставить бомбу. Ну, то есть мне так показалось. Эрик типа стрелял в него, да, поэтому... Ну, как стрелял? Не знаю, попал или нет, другой вопрос. Ну, суть там, что да, он отменил, что-то попал по Симплу, а времени не хватило. Не знаю, что он там делал, на самом деле. Семь, шесть. Вот он Эрика забрал, а времени уже... Ну, не знаю, что времени нет. Срался, что в мочи... Ну, а Манек, на самом деле, тут, блядь, должен был делать... Ну, Энай, вытащили, а боссыны Эка с тремя Эльдаму спамчат грейджами, и, короче, с одной и с одной пукалку... АВП на Симпле, Г-2, с радостью. На самом деле, этим шуткам уже, не знаю, лет 12-13, наверное, про то, что Гуфу умер. Мгновенно берут на вас бабки Бай, и, значит, старые Энай бы еще к этому готовы не были. Ну, очевидно, что что здесь делают? Да-да-да, после видоса, если будет время, посмотрим про Флейми и Танкмейта. Три безответных минусов. У 19-30 просто будет, типа, подкаст. Ему тоже там жить недолго осталось. Легчайший 15-й, и нами даже решили не затягивать. Электроника. Красиво, вроде, не знаю, забайки. Это когда у них был вот этот состав датский. Там, по-моему, Трейс, Керриган был. Ну, Швед Моди. И, наверное, Хурях. И кто-то там еще. Трейс Моди, Керриган. Фриз, наверное. И Фриз-то, может, еще был какой-то. Некто прыжком в вентиль. Еще более красиво. Хантер, братья Ковачи. Монак, я не знаю, что это было. А Денис Ариф и Кирилл Михайлович. Сиди, две хаешки простоют. И молик, это за пять секунд. Монак, Джекс падает на Тус Винцерсу к чемпионы первого за 505 дней. Лана твою мать и непобедимы до сих пор, между прочим. Какой там у них стрим, тебе? Практически два года без выражения на турнирах на Ладе. Поздравляем, идут они по отелю, поэтому. Выглядят все, что это очень прикольно. Когда, кстати, Симпл прикалывается, ге-гей. Ну, шиза уже началась, там зрители, зрители, никого нет, блядь. Ты один здесь. Кому-то там мы-то, ёпта. Выходят, радуются, конечно. Но все-таки красавцы. Еще бы не радоваться. Хоть это и выглядело достаточно странно. Пацаны, вообще непривычно для меня вот это вот все было. Но очень приятно особенно видеть, как дали поднять кубок биту. Валерыч, первый лан. Первый. Даже поддержали немного. Что нас обычно говорят? Первый лан. Он-то по-моему. Шикарный сыграл. Видите, какой тимплей, какой тимплей от Блэйда Андрюхи? Я бы шел даже актроника. Великая и только шикарно. А симпл жанала Патидаржа, он знает, вес этого кубка. Они уже как выиграли, по-моему, очень коротко, но интересно. It's like nobody can beat us online for years. А наш капитан убегал, как мог от интервью. Догнали его. Ну, ясно это дело. И, кажется, слов он практически не нашел. I don't know, I just have my dream, some playing contours, I can be a top, so that's all that I'm doing. Он тяжелый кубок. Я его не трогал, по-моему. А он пришел через разписываться, расписываться, расписываться, у нас саниси, и горит еще после этого, что он не чесывает. Ты посмотри, смотри, смотри, на вашей камере работает, я не пойму. Потом, перфинь, перфинь, идет, юб, твою сбой, куда мне это постоянно нет, где рисовать, а саниси был в уголке, вот в уголке, вот там рисунок. А, нет, перфинь, нашел, прошелся сверху донизу, Денчик идет, Денчик напишет, привет, дочке, но там уже тоже место не осталось, и там в углу, что-то заканчивается. Просто поэтому это миллион каракуль будет. Понимаешь, все, нахрен, я сразу пофигачил, там и убил. Спасибо, говорит, пацаны, классно, круто, держите, это свой фломастер, кто-то у нас еще есть, команде Флэмон, Флэмон, нажал, конечно, тут, пацаны, да. Награждение медалями, дальше что, кстати, тоже интересное, но самое интересное было, когда награждали Г-2. Так, привет, поясните, Г-2 постоянно Нюки откидывали за защиту молотов на улицу, который стопил дым, а Нави ходили и погибали, попадая в просвет, постоянно ничего не понимали, как их убивают. Они, может, не ожидали, что каждый раз это будет. Не, я тоже удивлялся этой теме. Принесли бухло, тут-то мы к нему передозим, смотри, смотри, подскуп бухло дает Нюка, на, говорит, я еле стою, я пол-литра за один, только Нюка, да возьми, су-е-бол, держать-то его, будешь, еле-еле, не поделили никак, обычно они дерутся, а тут наоборот, вот, саня, типа, сразу я тут сожжет. Потому что они не особо радостные были, да, второму месту, когда оказалось бы. И тут Блэйд, он так просто байтил Блэйд, он вообще пох, было на эту бутылку. Чё переводить зря, блэй, бухло, правильно? Отлично дописал твит Некса, после этого, я вам даже зачитаю. На этот раз мы боролись гораздо упорнее, но результат, вы помните, какой результат был на Катовице? Оказался тем же. ГГ, мы подозвезли, вы, блэйд, заслужили бы. Прикольно, что враги потеют, враги не потеют, а результат один, дохрена-то? Здесь сразу больше тренироваться. Саня Симпл, ну, угадайте, кто стал. Ну, разумеется, Саня Симпл, и вспомните твит, не зря я вам сегодня говорил, сука, этот твит, 30 на 15. Хотя дело не в винишке. Александр Симпл, мы сломаем тебе жизнь. И у меня плохие новости, пацаны, плохие. Ты займу, может, им так передать, пацаны? Игроки уходят в месячный отпуск сегодняшнего дня. И у него осталось всего лишь 4 месяца за 12. Чтобы догнать и перегнать Симпл, а с его статической... Ох, как это будет тяжело. А сейчас 4. Начнем август 8. А, ну да, 4. В общем, парни, при всей моей любви, Дмитрию Главовичу Сколовскому и Широ Хобби, тут все-таки разные цели. Пока догнать Аликса, ну, просто. 1.33 впереди планеты всей. За его ничего не выиграв, тут и близко стоять даже не будет. За его просто команда не такая, но, типа, в целом уровень Виталити, он ниже общего уровня игроков Нави, это по-любому. Там и стрельба не та, и уровень взаимодействия, так что. Не знаю, что должно произойти, чтобы За его в третий раз стал лучшим, это он реалщит, по-моему. Сави, можно уже сказать, что провели лучший сезон за всю свою историю. В Квиз Год даже с учетом земских составов 2018 года, потому что, смотри, они выиграли аж три турнира Тир-1 уже. В январе Блаза что-то изделили нехило, правильно? Отобрали, кстати, на летние финалы Блаза и заняли второе место там, проиграв только Гамбит. Между этим еще выиграли Дримхак, который тоже был Тир-1 турнир. Вот единственное непонятно, почему Тир-1, а, 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 он имеет в виду А, Глобал Файнал, вот это, ну то есть, с СРМР мы же не можем как Тир-1 турнир рассматривать, правильно? ...со всеми за соточку, и сейчас еще выиграли АМ на 400. Миллион сто тысяч зелени, одних только призовых за 8 месяцев. Все игроки и команды уходят в месячный отпуск, дорогие друзья, следующие топ-матчи начнутся минимум 16-го. А, август, я должен сказать, что интересное время мы с вами выбрали, чтобы пожить. Представляете, Супер Мейджор, фактически, чуть-чуть осталось. Столько вопросов, успеет ли Астралис прийти в свою лучшую форму, Витьки перестроить всю команду, Гамбит оклемаются ли? Атлан, давление. Очень будет интересно. Об этом и обо многом другом, дорогие друзья. В следующем сезоне в этом году у нас с вами было днем и ночью Евгений Рой. Ну так, Гамбит, ВП, Спирит. Спасибо. Ну, блин, ВП, как сказать, Спирит мы не можем как Тир-1 команду рассматривать. ВП, ну это тоже как Тир-1. То есть вот Ламыч хорошую формулировку дал, мол, что такое Тир-1? Это когда ты видишь команду, и она в твоих глазах явно, ну, один из претендентов на титул на этом турнире. А Virtus.pro, когда играют на турнирах, серьезная конкуренция, на сколько их можно рассматривать, как одного из претендентов на победу в турнире. Так что это тоже не Тир-1. Соответственно, на Тир-1 там команды было только две. Собственно, сами Na'Vi и Гамбит. И было при этом много, ну, на там, мировой сцене вообще Тир-3. Соответственно, ну, какой-то Тир-1 турнир. Всем, кто ставит роликом лайки, подписывается на канал, хреначит колокольчик. Увидимся в следующем сезоне. Пока-пока. Как вывести баллы Твича в деньги? А это тебе нужно через эту, через криптобиржу. Есть японская биржа, которая, ну, через которую можно битки конвертировать в доллары. И ты туда приходишь и конвертируешь баллы Твича в битки, а битки потом через биржу в доллары.